Всем привет, в эфире Панцерапостол и сегодняшняя проповедь будет о том, почему танк ИС-3 получил прозвище «Щука». Весьма непростая судьба выпала на долю этого тяжелого танка. Военные историки считают его последним танком Второй мировой войны и Первым – Холодной войны. И это при том, что повоевать ему практически не довелось. Своим внешним видом советский тяжелый танк на Параде Победы, приведенном в пораженном Берлине 7 сентября 1945 года, наглядно продемонстрировал союзникам по антигитлеровской коалиции, с какой силой им придется столкнуться, если кому-то из них взбредет в голову мысль помериться силой с бронетехникой Красной Армии. Союзники оценили мощь нового советского оружия и сделали соответствующие выводы. Создание проекта нового тяжелого танка под условным названием «Кировец-1» началось в конце лета 1944 года. Появление на фронте новейших немецких тяжелых танков заставило советских военных инженеров создать боевую машину, способную на равных бороться с такими толстокожими танками «Панцервафы», как «Тигр» и «Королевский Тигр». Работы над объектом 703, а именно такое название получил опытный образец, начались сразу в двух конструкторских бюро. Челябинского Кировского завода, где главным инженером и конструктором был Михаил Балджи, и опытного завода номер 100, которым руководил Жозеф Котин. Оба проекта были представлены на утверждение тогдашнему наркому танковой промышленности Вячеславу Малышеву. Ознакомившись с проектом, Малышев принял нестандартное и довольно-таки рискованное решение. Башню взять от проекта Балджи, а корпус из проекта Котина. Испытания опытного образца проходили под непосредственным надзором маршала танковых войск СССР Павла Ротмстрова. Тот лично ознакомился с танком и сразу же заявил, вот именно такая машина нужна нашей армии. В последних числах октября 1944 года первый экспериментальный образец нового танка, получившего обозначение ИС-3, вышел из ворот завода. Аббревиатура ИС обозначала Иосиф Сталин. Такое официальное наименование носила серия советских тяжелых танков выпуска 1943-1953 годов. Индекс Ж-3 соответствовал третьей серийной модели танка этого семейства. В феврале-марте 1945 года были построены 10 танков установочной серии. Несмотря на все старания инженеров и рабочих ЧТЗ, первые 207 танков были отправлены с завода войска лишь в июне 1945 года. Но именно эти боевые машины из состава 49-й гвардейской танковой бригады в количестве 52 штук 7 сентября 1945 года в Берлине приняли участие в параде союзных войск в честь победы во Второй мировой войне. Они произвели настолько сильное впечатление на западных союзников СССР, что некий американский танкист из свиты командующего Третьей армии США генерала Джорджа Паттона засомневался. Смогут ли его танки что-либо противопоставить сталинским монстрам? «Успокойся», — ответил Паттон, — «они пока за нас». В Москве первые танки ИС-3 впервые были показаны на параде 1 мая 1946 года. Танк ИС-3 находился в серийном производстве до середины 1946 года, а в 1945 году их какое-то время вместе выпускали одновременно с танком ИС-2. Всего было выпущено 1170 экземпляров. ИС-3 поступали на вооружение тяжелых танкосамоходных полков советской армии. При разработке проекта танка ИС-3 были учтены выводы комиссии, которая исследовала во фронтовых условиях боевые повреждения, полученные советскими танками в ходе Курской битвы. Обращало на себя внимание массовое поражение лобовых элементов корпуса и башни, что логично. Поэтому было решено проработать на базе танка ИС-2 новую конструкцию башни и корпуса для придания им обтекаемой формы и резко дифференцировать бронезащиту. В результате конструкторских работ наклон сваренных листов, особенно в передней части корпуса, был доведен до максимально возможного. ИС-3 имел классическую компоновку – расположение моторно-трансмиссионного отделения в кромовой части, отделение управления в лобовой, а боевого – в средней. Экипаж ИС-3 состоял из четырех человек – механика водителя, наводчика, заряжающего и командира. Толстые 110-мм плиты лобовой брони танка располагались так, что образовывалась трехскатная конусообразная вытянутая вперед носовая часть, получившая название «щучий нос». Люк разместили в крыше над водителем, чего не было в танках ИС-1 и ИС-2. При этом отпала необходимость сквозной смотровой щели в лобовой броне перед механиком водителем. Ее заменили перископические смотровые приборы. Новые конструктивные формы брони обеспечили лучшую противоснарядную защиту. Приплюснутая конструкция литой башни впоследствии использовалась также на объектах ИС-7 и Т-10. Она обеспечивала лучшую снарядостойкость по сравнению с предыдущими вариантами башен советских танков. И показала устойчивость к опрокидыванию при прохождении ударной волны ядерного взрыва тактического боеприпаса. Броневой корпус танка ИС-3 собирался при помощи сварки из катанных листов гомогенной брони стали толщиной 20, 30, 60, 90 и 110 мм. Каждый из бортов корпуса состоял из двух бронеплит толщиной 90 мм. Верхний расположенный под углом 60 градусов. Помимо этого верхняя часть бортов прикрывалась 30-мм экранами, расположенными под углом 30 градусов. Вместе с небронированными надгусечными полками, образовавшими дополнительные бортовые ниши, доступ к которым осуществлялся снаружи танка. Башня ИС-3 представляла собой цельную фасонную отливку из гомогенной броневой стали и имела близкую к приплюснутой полусферическую форму. Толщина стенок башни в бортах и кормек колебалась от 220 мм в нижней части до 110 мм в верхней. В лобовой же части она доходила до 255 мм. В лобовой части башни имелись амбразуры для орудия и спаренного пулемета. Основным вооружением ИС-3 была 122-мм нарезная танковая пушка Д-25Т образца 1943 года и имевшую длину ствола 48 калибров и начальную скорость бронебойного снаряда в 700 м в секунду. Пушка Д-25Т имела горизонтальный клиновый затвор с полуавтоматикой механического типа, электромагнитный и механические спуски. Противооткатные устройства пушки состояли из гидравлического тормоза и гидропневматического накатника, располагавшегося над стволом орудия слева и справа соответственно. Боекомплект пушки состоял из 28 выстрелов раздельно-гильзового заряжания с бронебойными и осколочно-фугасными пушечными стальными гранатами. Из всех снарядов в 25 размещались в лотковых укладках по бортам башни. Еще три находились на подставках в боевом отделении. В испаренной с пушкой установки размещался пулемет ДТМ. Боекомплект пулемета составлял 2000 патронов. На крыше башни на кольцевой турельной установке размещался крупнокалиберный пулемет ДШК или ДШК-М, имевший круговой обстрел. Пулемет снабжался коллиматорным прицелом, рассчитанным на ведение огня по воздушным целям. Также пулемет мог использоваться и для стрельбы по наземным целям. В походном положении пулемет демонтировался с турелей и закреплялся на правом борту башни. На ИС-3 устанавливался V-образный дизельный двигатель V-11 мощностью 520 л.с. Ходовая часть каждого борта состояла из ведущего колеса, пенивса, из шести сдвоенных литых необраздиненных опорных катков и трех сдвоенных образдиненных литых поддерживающих. Подвеска опорных катков индивидуальная, торсионная. Так и получилось, что танку ИС-3 так и не удалось повоевать. В боевых действиях Второй мировой войны он принять участие не успел. Какое-то количество ИС-3 отправились в КНДР, но уже после окончания Корейской войны. В 1960-х годах в двух северокорейских танковых дивизиях имелось по одному полку тяжелых танков. В середине 1950-х годов около сотни ИС-3 СССР передал армии Египта. Они приняли участие в шестидневной войне 1967 года. К сожалению, боевая подготовка египетских танкистов была низкой. ИС-3 несли потери даже не в бою, а в процессе эксплуатации. Много танков досталось израильской армии в полной целостности и сохранности. Они были просто брошены своими экипажами. В итоге египетская армия потеряла 73 танка ИС-3 и ИС-3М. В советской армии в 80-е годы ИС-3 использовались в запасных танковых дивизиях в Забайкальском военном округе. В частности, 80-я запасная танковая дивизия имела на вооружении 270 танков ИС-3М. Танки устанавливали вдоль советско-китайской границы в качестве неподвижных огневых точек. В ходе боевых действий на Донбассе в 2014 году ИС-3, стоявший в виде памятника в городе Константиновка под Краматорском, был снят с постамента и приведен в рабочее состояние. По сообщению представителей командования ДНР 30 июня 2014 года, танк был успешно применен в бою под Ульяновкой. Из-за отсутствия боеприпасов к танковой пушке он мог использовать лишь два пулемета. В июле, оставленный вооруженными формированиями ДНР, танк был захвачен украинскими военными после занятия Константиновки.